Зима в Западной Армении Зима в Западной Армении Зима в Западной Армении В центре Тбилиси оставшаяся без крыши с разрушенными стенами и превратившаяся в свалку доживает последние дни Постоянно уничтожаются следы древней армянской церкви Церковь, крыша которой обвалилась еще в 2014 году, продолжает напоминать окружающим о том, кто когда-то здесь был Дом Божий Недавно угроза исчезновения церкви стала более очевидной 20 декабря 2019 года в районе 15 часов благодаря действиям пожарных удалось спасти церковь от полного уничтожения Дом Божий, оказавшийся на грани уничтожения, ожидает своей окончательной гибели А этому способствуют жители округи, которые открыто строят ограды, вокруг нее превращают церковь в вспомогательные строения и склады, оставляя ее территорию на милость людей без жилья Церковь Ереванод-Сурт-Менас находится недалеко от церкви Нор-Эч-Мятин в квартале Авлабар Согласно сохранившимся данным, она была построена в 1790 году Вначале она была небольшой, но в 1870 году возникла необходимость расширения здания В 1883 году на месте старой церкви уже выселся храм Ереванод-Сурт-Менас В советские годы церковь лишилась купола и эксплуатировалась как мастерская После распада СССР Ереванод-Сурт-Менас был причислен к спорным церквям, отмечается в сообщении В Сирии ликвидировали главаря террористической группировки Хурас-Аддин, связанный с Аль-Каидой Об этом сообщает спутниковый телеканал Sky News Arabia Известно, что боевик по имени Абу Хадиджа Аль-Урдуни погиб в провинции Идлиб Операция по ликвидации проведена силами международной коалиции Удар был нанесен с воздуха по автомобилю, в котором ехали лидер террористической группировки и его соратники В Дамаске слышны взрывы, сирийское государственное телевидение сообщает, что система ПВО отразила ракетную атаку на столицу Подробности передает РИИ Новости Ракеты запущены с оккупированных территорий, с голландских высот, передает телеканал Ихбария Как рассказывал корреспондент РИИ Новости, около 23.15 часов в воскресенье в городе прогремели как минимум два мощных взрыва Известно также, что один из ударов пришелся на деревню Акраба, в 20 километрах от юго-востока к Дамаску Израильская армия пока никак не комментирует ситуацию Верховный суд Швеции отклонил запрос Турции о выдаче известного турецкого правозащитника, журналиста и писателя Рагипа Заракалу Ожидается, что решение будет одобрено правительством Швеции в ближайшие дни Заракалу – всемирно известный правозащитник, который на протяжении десятков лет подвергался преследованиям со стороны официальных властей Турции За свои расследования и непримиримую позицию От властей не отставали и радикальные экстремисты, которые, в частности, забрасывали зажигательные бомбы в его издательство В июне 2008 года Заракалу был признан виновным турецким судом в оскорблении основ Турецкой Республики За издание книги, посвященной геноциду против армян Таких книг у Рагипа несколько, и он даже был награжден премией президента Армении за незначительный вклад в признание геноцида Члены сборной Армении по тяжелой атлетике успешно начали чемпионат мира Как сообщает Армен Пресс, в очередном туре чемпионата мира в Катаре представительница женской сборной Армении Татефа Копян 87 кг удержала 105 кг в рывке и 127 кг в толчке С результатом двоебория 232 кг Акапян завоевала золотую медаль Западная Армения поздравляет Татефа Копяна и желает ей новых побед На сегодня у нас все Далее мы представим вашему вниманию ереванский камерный хор Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео представлена на официальном сайте телеканала Западной Армении Оставайтесь с миром!